Ложки в стаканах. На этот раз стаканы неотличимы, а ложки, наоборот, очень даже отличимы. Стаканы можно переставлять, но при этом для каждой ложки важно, с кем она вместе оказалась в одном стакане. Догадаться самому-то это практически нереально. Ответ в этой третьей задаче – это число Стивлинга. Причем хуже того, это не просто число Стивлинга, а сумма нескольких чисел Стивлинга. Давайте сделаем так. Я сейчас все объясню. Я напишу ответ. Сколько раз нам было ложек? Семь. Так вот, оказывается, что надо написать такую формулу. Из 7 по 1 плюс число Стивлинга из 7 по 2 плюс число Стивлинга из 7 по 3 и, наконец-то, число Стивлинга из 7 по 4. Все, что интересно, чисел Стивлинга еще и бывает 2 миллиона. Бывают числа Стивлинга для подмножеств, это, которые я сейчас написал, а бывают числа Стивлинга для перестановок. Но это все потом. А сейчас давайте сделаем так. Мы вот объясним, что такое каждое из слагаемых. Это легко. Число стихлинга из 7 по 1 это количество способов 7 ложек положить в 1 стакан, а остальные 3 оставить пустыми. Поняли? Стаканов у нас 4. Их не 7. И не 14. Вот это число, это просто единица. Положить все ложки в один стакан, если все стаканы одинаковые. Это просто один единственный способ. Ложки положить в стакан. Все. Остальные здесь стаканы пустые. Поскольку стаканы неразличимы, то вот это единственный вариант. Так что с первым слагаемым здесь все хорошо. Дальше нам. Это количество способов положить 7. ложек в 2 стакана, причем оба не пустые. Какой ответ? Что нет? Нет, конечно. Нет, все хитрее. Понятно, о чем я говорю? Число отличается от 7 подбора. Число сочетаний совсем другое. Число сочетаний – это выбрать 2 предмета из 7. Это совсем другое. Да. 2 седьмой. Неверно. Но почти верно. В общем, так, давайте я договорю, и пока не будем их считать, потом посчитаем. 2 седьмой. Нет? Вот это что такое? Количество способов разложить 7 ложек по 3 стаканам, чтобы они были, в каждом стакане хоть что-то было. И чтобы четвертый стакан был устой. Ну и, наконец, это по 4. Понятно? Теперь вопрос. А почему же здесь фигурная скобка? Ну, фигурная скобка – это же чаще всего для множества. И почему это называется «число стирлинга для подможеств?» А очень просто. Например, что такое число стирлинга из 7 подбора? Это нужно 7 элементов разбить на 3 непустых подможества. Поняли идею? Замечаете? А вот это что такое? 7 элементов разбить на 4 непустых подможества. с их подмогом. Понятно? Ну, а здесь, соответственно, на 2. Так вот, поскольку эти самые числа будут встречаться в минатуре довольно часто, давайте все-таки торжественно запишем что-то такое. Число стирлинга из n2k – это количество способов множества из n элементов разбить на k непустых подможеств. по-моему, с ложками и стаканами это абсолютно понятно. Правда? Иногда объясняют, говорят про одинаковые мешки. Вы, может, знаете, иногда бывают в магазинах такие ромоны с мешками. Представьте себе, что у вас одинаковые мешки, абсолютно одинаковые, четыре одинаковых мешка, и вы в них упаковываете несколько маленьких вещичек. Понятно? Сколькими способами можно упаковать? Понятно, что точность этого не будет? Да. Понятно? Отлично.